Всем большой привет, мои дорогие. Сижу, на пекло вышел. Думал, посижу на свежем воздухе, кофеёк попью. Господь, жарища. Ну, Джефф на телефоне сейчас, я думала, на улице посижу. Я хочу, девочки, спросили меня про мои шумы в голове. Шумы так и остались, и куда они ушли. И знаете, в один момент я вам говорила, что с самого начала доктора мне говорили, нету лекарства, нету как бы какой-то аппаратуры, чтобы излечиться от шумов. Тебе надо научиться с этим жить. Мне говорили с первого дня. Но я как бы сопротивлялась. Я не хотела с этим соглашаться. Я хотела перепробовать все, что возможно. Сколько только я таблеток не пила. Уж какие я только процедуры не испробовала на себе. Ой, ложками-то голову свою оббивала. Ну, знаете, хотелось как бы испробовать все, чтобы знать, что я все пробовала, мне ничего не помогло. И, может быть, это поможет мне как бы смириться и научиться с этим жить. И знаете, с какого момента мне стало легче, как бы легче. Ну, еще что я скажу, что вот мне девочка одна написала, спросила, она говорит, у меня тоже шумы в голове. И она говорит, мне даже жить не хочется. И сразу скажу, девочки, даже отгоняйте эти мысли. Вы привыкнете. Придет время, что вы не будете даже замечать эти шумы. Если я прислушаюсь, я слышу, как будто вот у меня водопад. Постоянно громкий водопад у меня с этой стороны. Но самое худшее, что это то, что у меня был хайперакьюзис, чувствительность уха. Оно дает боль. Шуму в голове боль не дают, поэтому со временем можно к ним привыкнуть, не замечать. Плюс у меня еще глухота на это ухо. Мне как бы приходится мозг напрягать, чтобы вслушаться, чтобы не пропустить, о чем люди со мной разговаривают. Плюс еще иностранный язык, неродной. Считаю, много вот таких вот проблем, которые мозг, кажется, сейчас взорвется. Ну и то, девчонки, держитесь. Я прямо говорю, придет время, когда вам будет легче. Не опускайте руки. Мне, конечно, не нравится, что вот у нас в Америке, например, этот вопрос, шума в голове вообще не решается, не выделяются деньги на это, чтобы изучать. А чего оно? Что вообще это такое? И чем можно облегчить жизнь, у кого эти шумы в голове? Ну, в какой момент, я вам сейчас скажу, когда я начала замечать, что мне становится легче? И легче стали, чувствительность стала легче, когда приятные эмоции. Не то, что приятные, а радостные эмоции. Когда вы узнаете радостную новость, это дает облегчение как бы вашему чувствительности уху вашему. И когда, помните, я вам говорила, что у меня должна была быть операция во Флориде, уже один доктор, я с ним поговорила, он сказал, все, я подхожу, он был уверен, что оно мне поможет, приезжай, и ты начнешь как бы жить, как раньше. И тут, значит, я уже все летала, знаете, на радостях, все, господи, у меня жизнь вернется, намного лучше будет мне как бы вообще жить, жить. Ведь не могла я ходить даже, я на кухне не могла находиться, потому что все, все, вода в раковине течет, открываешь холодильник, шум моторов в холодильнике. Оно такое тихое, но оно бьет прям по мозгам. И думаешь, господи, неужели это уйдет из твоей жизни, насколько жизнь будет легче. И, значит, радовалась, радовалась. И то через пару дней, значит, связался со мной доктор конкретно, который делает эти операции. И я думала, он хочет со мной поговорить, назначить день, когда я приеду, может, какие-то советы до операции. Как бы так радостная была, что сейчас мы с ним все обговорим. А он мне сказал, что я не подхожу, я не кандидат. После того, когда он открыл МРАИ, снимки посмотрел, череп, что нарушено. И он говорит, что потому что нарушен нерв, и эта операция просто не поможет. И все, вот как он мне сказал, это все, это для меня был крах, ужасно было. И я думаю так, он конкретно тот человек, которым я сейчас могу задать вопросы. Потому что он работает в госпитале, где как раз работают с клиентами, пациентами, у кого вот тинайдис, шумы в голове, и хайперакьюзис, это чувствительность уха. Думаю, ну дай-ка я в нем спрошу, что он еще мне посоветует. Ну я ему сказала, ну как бы говорю, чтобы вы мне сказали, что мне делать, чтобы хоть как-то облегчить. И он говорит, могу только сказать, может, поменьше кофе пей, красное вино исключи, стрессов исключить. Ну как бы он мне не сказал ничего нового. И вот после того, как я с ним поговорила, и он мне как бы дал понять, что уж если я тебе не могу ничего посоветовать, я специалист, никто тебе никак как бы ничем не поможет. И вот после этого, как будто бы у меня организм начал свыкать, и я начала замечать, что еду в машине, уже по трассе едем, уже проезжающие машины, мотор, автомобиль, не шуми так, не раздражай тухо. И тут мы полетели на самолете, я очень нервничала, мы на Арубу летали. Я прям рада была, что я нормально справилась. Я думала, все на мне, на этом как бы все путешествия закончены. Я справилась нормально, все, было терпимо, я даже уж ничего не вставляла. И тут вскоре я вернулась, и я вернулась в школу, пошла, я начала работать, но ухо, я всегда больной, который ухо, почему-то здоровое, шумы мне вообще не раздражали, а вот именно больное ухо мне приходилось закрывать. Всегда у меня такой, вы помните, наверное, у меня всегда вставлен был, как наушник такой, этот маленький. У меня есть глуховой аппарат, как глуховой, он не помогает мне, так как он делает еще хуже чувствительность. Представляете, все эти звуки еще хуже, ухо мое, как, растражают, дают боль. Так что, ну, знаете, неделю-две назад обратно я начала чувствовать, что чувствительность становится хуже. Я-то думала, как улучшится, и так и будет стоять, а оказывается, нет. Я вот сейчас обратно джафу говорю, джаф потише, у него голос-то музыкальный, у него голос такой, знаете, громко, звонкий, как сказать, прям по ушам бьет мне. И мне приходится ему напоминать, потише немножко, потише немножко. Но он с пониманием, конечно, он просто ужатвый, когда до этого-то он, он уже шепотом разговаривал, если по телефону, он всегда вниз или наверх поднимался, чтобы мне громко не было, а сейчас уже начинает обратно ко мне возвращается. Но я скажу, что я уже приняла, как бы, понимаете, потому что было для меня, было ужасно, даже сознавать, что я буду жить с этими шумами, это же какой кошмар, это же, это невозможно, это же смысл жить, когда такой с тобой. Но, девочки, сейчас я вам скажу, вот сколько времени прошло, в следующие месяцы будет год, как со мной это случилось, трагедия вот эта вот. и что я скажу, что, ну, наверное, месяцев восемь заняло, чтобы я научилась с этим жить. Но это возможно. Не опускайте руки, больше позитивных эмоций, не сидите дома, старайтесь выходить, пусть ваш мозг, не закрывайтесь как бы в тишине, пусть ваш мозг постоянно получает звуки, это больно, это больно, старайтесь прикрывать или что-то, но не прячьтесь как вот в этом улитка, как в этом домике, как бы сказать, живите жизнью, да, пусть ваш вот этот вот шум в голове тенайдис не руководит вашей жизнью, понимаете, к нему вы привыкнете. Извиняюсь, пенсионер заработал, шум, наверное, сейчас будет. Ну, вот, сейчас это, мы с джефом еще сейчас, к свекрови поедем, что хочу про свекровь сказать, представляете, месяца два, наверное, назад, так случилось, такой случай произошел, мы когда пришли ее навещать, и у нее сережка висела на ухе, а я в очках была, не вытихает от читальных для чтения, я ее обняла, и у меня душка от очков как-то зацепил за ее сережку, и мы вот так вот зацепились, я-то понимала, что надо потихоньку просто, я очки сниму, а она как начала это, она думала, что, не знаю, что я ей что-то больно хочу сделать, или что-то, и джеф ее успокаивает, мама, подожди, сейчас мы все исправим, и она как мне это, она ухо тянула, и вот, видать, вот эта драма произошла, и представляете, она теперь, я прихожу, когда она вообще не разговаривает со мной, один раз мы пришли, наверное, уже полчаса там побыли с ней, и говорим, давай на улицу пойдем, на улицу погуляем, у них так хорошо там во дворе, и это, они с джефом вышли, а я дверь придерживала для них, я, значит, это, они, пока я последняя за ними шла, они уже сели, я, значит, подсоединяюсь к ним, тоже сажусь, она такая, джефа говорит, и это здесь, мы такие с джефом, нифига себе, что это она так, и это, потом посидели на улице, домой, не домой, а туда пошли в комнату, где она живет, решили зайти в комнату, такая у них комната одна есть, как типа, вот, релакс, там всякие статуэтки такие, как йогу делают, такая миленькая комнатка, мы часто там сидим, и мы, значит, решили туда пойти посидеть, значит, джеф идет первой, потом она, и я последняя, и значит, она так зашла, и скорее дверь закрывать за собой, и такая, стою так, она такая, извини, и дверь закрыла за собой, джеф такой открывает, и говорит, мам, не делай так, зачем ты этому, обижаешься, Надю, не делай так, и джеф-то очень переживает, я-то понимаю, как бы, ну, больной человек, деменция у нее, как бы, я-то понимаю, я даже не обижаюсь, просто, мне как бы все это интересно, как меняется она, как ведет себя, а моему обидно за меня, то, что она так сама поступает, и вот сейчас собираться, мы с ним смеемся, что она сегодня, как сегодня, на меня прореагирует, а я, я уж стараюсь, уж и подлизываюсь к ней по всякому, чтобы она только как бы забыла, то, что вот это вот, до этого она нормальная, прихожу, она ко мне даже первая бежала, меня, это обнимет, что мы пришли, а это после этого случая, вот как зацепилась, вот Сережка за это, представляете, посмотрим, как сегодня встретит нас. Покода такая все-таки в последнее время, солнце, жарко, душно, и тут раз, ливень прям, дождь спалет, не можно даже, невозможно предугадать, как сказать. Такое здание мне нравится, у них так все хорошо продумано, для людей, у кого деменция. Ага, обойдем лужицу. Ноги мокрые. Это якуна-то, а у мобины батру. Очки какие-то у нее новые появились. Очки потерялись, нам надо найти. Что с очками, с ее? Такая радость, она хочет, чтобы фотографии посмотрела в ее вакон. Где-то взяла очки солнечные. Я возьму и посмотрю, что это. Это, что делает это маленький. Да, давай вон туда. Можно просто посмотреть. Хорошо. Потому что, это просто, знаете, так маленько, но ты не можешь снять ее. О, это действительно отличная комната. Да. Это очень красивая комната. Да. Она такая чистоплотная, иначе все было. О, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...